Резкие перепады температур этой зимы для города не прошли бесследно. Особенно серьезно пострадало асфальтовое покрытие. Накопленная в нем влага при резком похолодании превращается в лед и расширяется, разрушая материалы. В результате более тысячи ям предстоит ликвидировать дорожным службам. О подготовке к восстановительным работам и весенним потоплениям на ежегодном совещании главы рассказал Михаил Пайсов. Подрядными организациями у нас созданы шесть аварийных бригад с мотопомпами и временными дорожными знаками. Выполнены работы по очистке обочин и труб. Подготовлен необходимый запас дорожных знаков с целью организации объездов. Чтобы привести не только дороги, но и всю территорию округа в надлежащий вид, предстоит серьезно потрудиться. Работы по благоустройству будут проводить в течение всего апреля. С 1 апреля стартует месяц чистоты и благоустройства. И за это время мы должны навести порядок во всех наших городах, поселках, селах. Разрыхлить оставшийся снег, чтобы он быстрее таял. Ликвидировать подтопление, лужи, прочистить ливневки, если это требуется. Убрать, безусловно, весь мусор. Отремонтировать дороги, тротуары. После зимы у нас много ям, много повреждений. Причем ямочный ремонт требуется и во дворах. После завершения зимней уборки дворы начинают готовить к плановым проверкам и сдаче специалистам главного управления содержания территорий. Ремонт лавочек и бордюров, покраска ограждений, фасадов, ремонт урн и скамеек. И это лишь малая часть необходимых работ. Задач очень много и они большие. Естественно, в рамках текущего содержания, когда выходит дворник на каждый двор, это объемно сделать невозможно. Поэтому будет создана отдельная бригада, которая будет заниматься приведением двора в нормативное состояние и потом передача, сдача этого двора по акту инспектору. И, соответственно, отдельно будет осуществляться текущее содержание. По поручению главы округа в ближайшее время будет составлен график проведения ремонтных работ во дворах. В уборке придомовых территорий, входных групп и кровель будут участвовать и управляющие компании. Проведение работ по очистке от снега, наледи, мусора, кровель и козырьков, особенно касается плоских кровель, на которых вследствие попадания мусора либо образования наледи может быть затопление из стающего снега, очистка приямков, отмозков, входов в подвальные помещения и водоприемных лотков в подвалах МКД. К весеннелетнему периоду готовят коммунальную технику. Ее переоборудуют для выполнения сезонных работ. Отремонтируют и подвижной состав перевозчиков на маршрутах общественного транспорта. Полностью завершить все работы планируется до 1 мая. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».